Русские новости Избирательная кампания идет уже три недели, можно даже сказать четыре недели Если отталкиваться от момента выдвижения Павла Грудинина 23 декабря То времени уже прошло достаточно много Уже скоро месяц, как избирательная кампания могла вестись в разных формах До регистрации она могла вестись в форме сообщений информационных о том, что выдвижение состоялось Могли происходить непубличные контакты, которые тоже очень важны для формирования собственной команды К сожалению, ничего не сделано, кроме того, что 28 декабря было подписано обязательство Павла Грудинина перед национал-патриотами Пока исполнение этого обязательства вылилось только в высказывания, связанные с поддержкой Павла Грудинина С одной стороны коммунистов и левых, с другой стороны, независимо от них, правых национал-патриотов К сожалению, других свидетельств о том, что эти обязательства выполняются, мы не имеем Да, идет работа по формированию региональных штабов и центрального штаба Но сколько можно ее вести? Месяц прошел, почти месяц прошел И команды не региональные, не центральные не сформированы Более того, публичная деятельность не имеет никаких твердых основ, нет ничего Как оказалось, Коммунистическая партия Российской Федерации не подготовлена к ключевым выборам Мы начали эту подготовку в марте-апреле 2017 года И постоянно склоняли коммунистов к тому, что решение о единой кандидатуре должно состояться уже тогда И тогда было бы достаточно времени для того, чтобы за пределами избирательной кампании провести все необходимые консультации Продумать избирательную кампанию Посмотреть, какие все-таки необходимо было бы предпринять действия, чтобы подготовить кандидата, чтобы подготовить его программу Ничего этого сделано не было Именно по этой причине я тогда вышел из переговорного процесса Потому что бессмысленное затягивание всех этих вопросов привело меня к мысли, что от коммунистов мы видим только имитацию Попытку подмять под себя национал-патриотов хитростью уже, не каким-то публичным и политическим действием А просто схитрить, сделать вид, что они готовы к единству действия А на самом деле продолжать выдвигать своего лидера Геннадия Зюганова Фактически полгода было потеряно и ничего не делалось Ни для формирования штабов, ни для формирования региональных команд, которые будут вести выборы Ни для технологической подготовки самой кампании О чем, собственно, будет говорить объединенный кандидат на выборах Вот Павел Грудинин вышел на выборы К нему у меня особых претензий нет Он, как кандидат в президенты, не подготовлен был именно потому, что он не был выдвинут еще где-нибудь в мае Когда коммунисты проводили свой съезд или пленум, не помню там что, да меня это и не интересует Но они могли бы уже решить этот вопрос Но они его не решили, затянули и специально выдвигали кандидата в президенты уже в самый последний момент Когда, можно сказать, уже ничего сделать нельзя Мы со своим лидером определились вовремя Можно сказать, мы и без того знали, что Юрий Болдырев является отцом-основателем этого проекта Поддержки кандидата в президенты со стороны широкой, не коалиции, я бы сказал, а со стороны широких слоев народа Концепция народного президента, общей программы согласованной Это детище Юрия Болдырева Поэтому он был поддержан как компромиссный кандидат Именно как компромиссный кандидат, а не как человек, выражающий всю полноту взглядов национал-патриотов Если мы обратимся к десяти тезисам национально-патриотических сил Которые объединяют совещания национал-патриотов Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил То там четко и ясно сказано, что Россия рассматривается как русская цивилизация А русские должны стать юридически, уже не только фактически, государствообразующим народом Из чего следует русская культура, русский язык, русский менталитет являются его основой И должны получить, естественно, политическое и законодательное подкрепление Если русские государства, образующие народ, из этого много чего следует И вот это является ядром национально-патриотического мировоззрения Не просто патриотизм, любовь к отечеству Отечество имеет свое лицо, свою национальность Свою принадлежность к определенной цивилизации, о чем и сказано в этих десяти тезисах И следовать этим тезисам Павел Грудинин обещался и подписался под этим Когда подписывал обязательства перед национал-патриотами За все время, в течение целого месяца от Павла Грудинина Не было ни единого слова о русском народе, русской цивилизации, русской культуре и так далее Слово «русский» ни разу не прозвучало Дважды я слышал слово «русский» от Геннадия Зюганова Который постоянно пытается заместить кандидатов в президенты самим собой И мы видим также и по формированию региональных штабов Что коммунистическая номенклатура Пусть она измельчала до полной ничтожности на местах Продолжает свою деятельность, как и в прежние времена Они являются главными А чем они пользуются? Мы выдвинули кандидатов в президенты Мы! То есть по факту коммунисты на местах или в центре Не признают равноправного положения национал-патриотов И своей партии по отношению к выдвинутому кандидату Большой вопрос, признает ли сам кандидат такое равноправие Мы видим, что пока коммунистическая группировка Обволакивает со всех сторон Павла Грудинина И не дает ему выскочить за пределы партийного символизма И достаточно примитивных формул Которые в избирательной кампании бездействуют Вот давайте спросим себя С чем ассоциируется имя Павла Грудинина кандидата в президенты? Первое, это с надеждой, что это кандидат антипутинский Но Павел Грудинин предпочитает вообще не называть имя этого предателя и самозванца Который сидит на вершине власти, не называет И скорее всего у него внутренняя установка на то, чтобы говорить бояре плохие Царь хороший И поэтому никакой персональной критики от него не дождешься Эту критику мы можем взять на себя Зюганов отчасти берет на себя Но хвалит за то Путина, за его внешнеполитическую деятельность А мы ругаем, на чем свет стоит Потому что не может быть успехов во внешнеполитической деятельности В отрыве от внутриполитической И в целом политика неразрывная Мы видим преступления Путина во внешней политике А никакие не успехи То есть сам Павел Грудинин не является и не будет, видимо, глашатаем антипутинской кампанией Что для нас, конечно, достаточно неожиданно Потому что мы понимаем, что главой преступного клана, который захватил Россию Является именно Владимир Путин И именно он должен ответить перед всем народом за совершенные преступления Массовые преступления, чудовищные преступления Второе, с чем ассоциируется сегодня Павел Грудинин? С тем, что он выдвинут коммунистической партией Российской Федерации Про национал-патриотов упоминают, но достаточно вскользь и Зюганов, и сам Грудинин Потому что испугались, во-первых, широкого народного обвинения Во-вторых, сильного кандидата Отчасти присутствие рядом с Грудининым Юрия Болдырева восполняет этот недостаток И все-таки напоминание о том, что и национал-патриоты тут присутствуют, есть Мы единая команда, коммунистическая партия, левые силы, национально-патриотические силы Какие бы у нас ни были противоречия, вместе работаем А в то же время, естественно, люди на местах проявляют свою инициативу Это очень здорово Пожалуйста, люди, проявляйте свою инициативу Если эта компания нашего народного кандидата станет действительно общенародной Что вы не ждете команды из штаба, а действуете сами Это будет гарантией нашего будущего успеха и победы Но это происходило и в прежние годы, когда Зюганов пытался имитировать широкую политическую коалицию И говорил, что нет, нет, не только мы, не только партия, но нас много Народно-патриотические силы, он и сейчас постоянно произносит это Народно-патриотические силы Будь то есть какая-то другая или другие организации вместе с КПРФ Которые в КПРФ не входят и независимо от нее поддерживают кандидата Нет никаких народно-патриотических сил И национально-патриотические силы представлены небольшим количеством реально существующих организаций Но вот наша партия, как реально существующая организация Одна из последних недобитых, можно сказать, русских организаций Вообще не рассматривается как партнер в этой комбинации политической И на это указывает глупость, когда меня, как лидера партии Великая Россия Поименовали в некоем подписном листе, как лидера партии Монархическая Россия Ну, видимо, кто-то там спутал мои монархические взгляды и название партии, которую я возглавляю Но наша партия не является монархической Это русская национальная партия, партия русских националистов И вот эта ошибка достаточно показывает, что нами просто пренебрегают Просто пренебрегают И под чем моя подпись-то подставлена? Я посмотрел, тексты они не умеют писать вообще То есть коммунисты, как партия, вообще ни к чему не готовы У них нет людей, которые способны писать яркие тексты У них нет орговиков, которые могли бы быстро сплотить, организовать региональные структуры И сформировать центральный штаб, создать мозговой центр Найти какие-то яркие моменты для избирательной кампании Чтобы не было этой ассоциации Оппонент Путина, но не критикующий Путина И выдвиженец коммунистической партии, но вроде как поддержанный еще кем-то неизвестно кем Вот эти два пункта, они абсолютно ничтожны и для избирательной кампании не служат Мы видим, что коммунисты начинают жаловаться на центральную избирательную комиссию Что идет грязная избирательная кампания Ну а чем вы ответили? Где ваши пропагандистские материалы? Где ваши контрпропагандистские материалы? Ничего этого нет, ничего не подготовлено И даже то, что подготовлено 20 шагов Павла Грудинина Только социально-экономический аспект, всех остальных аспектов еще нет Не озвучено, ни разу нигде не написано Все это выпускается в виде простыни Которую, естественно, никто не будет вешать ни у себя в офисе, ни у себя дома Чтобы перечитать и перечитывать эти тезисы 20 тезисов социально-экономической политики Ну вот посмотрите, насколько бессмысленно и глупо ведет избирательную кампанию Ведет избирательную кампанию, сейчас я утверждаю, только и исключительно И вот в течение месяца КПРФ Потому что мы ведем свою кампанию отдельно Мы ведем антипутинскую кампанию Мы пытаемся ссылаться на Павла Грудинина как на оппонента Путина И будем в дальнейшем, действительно, это единственный оппонент на этих выборах Но сам он пока в оппонента не превратился Он оппонирует очень мягко и, скажем, невзрачно с точки зрения политической риторики Его бы надо было обучить, ему бы надо было подсказать Но барьер, который поставлен КПРФ, не позволяет это сделать То есть наш, мы его в полном смысле слова рассматриваем как нашего кандидата Сейчас заблокирован Где-то его зажали в углу и оградили от влияния национал-патриотов Коммунисты, которые и сами не собираются вести избирательную кампанию эффективно У них нет представлений о том, что такое эффективно Они неэффективно управляли государством Они неэффективно работали как оппозиция У них яркие фигуры закончились Были они изначально, Илюхин, Кондратенко, другие были яркие фигуры Но закончился этот потенциал, который был из прежних времен Когда еще в государственной власти приличные люди могли появляться Сейчас их нет И ярких фигур рядом с Грудининым со стороны КПРФ мы не видим и не увидим Потому что их просто нет Не просто мы не можем увидеть А раз мы их не видели в течение десятилетий, значит их и нет И самой яркой фигурой является Юрий Болдырев У которого есть собственные знания, собственная компетенция И умение разговаривать с публикой Умение писать яркие социально-политические тексты Геннадий Андреевич Зюганов в своем роде тоже достаточно яркая фигура Но он уже так долго светит, что уже действительно его яркость давно потускнела Он всем надоел И даже тембр его голоса совершенно неприемлем Никто не понимает, что он говорит Он говорит все время на одной ноте Тоже необучаемый оказался политик Нельзя говорить все время на одной ноте Вот это одна нота без выделения главного Поток каких-то слов, цифр, соображений Которые смешаны в кучу и не структурированы Не выделена главная мысль Приводит нас к тому, что избирательную кампанию Такой риторикой вести невозможно Посмотрим на риторику самого Грудинина Давайте послушаем, как он представляет свою программу Национальные богатства должны быть национализированы И это даст возможность получить доходы в бюджет не 13 триллионов рублей, а 25 триллионов Эта программа говорит о том, что нужно инвестировать в собственную страну Не хранить деньги в иностранных ценных бумагах А делать так, чтобы институционная привлекательность страны была такой Чтобы и мы все, и все остальные деньги не загоняли в офшоры А вкладывали их конкретно в наше производство Эта программа говорит о том, что предприниматели должны жить спокойно А это справедливые суды Это возможность не платить такие сумасшедшие налоги И самое главное, не бояться, что придут и отнимут твое имущество Это программа, когда 7%, не меньше 7% бюджета страны Должно тратиться на здравоохранение, образование и науку Это программа для молодых, которые должны получать Как в свое время я получил беспроцентную суду от государства Для того, чтобы иметь собственное жилье А ипотека должна быть не больше 3% годовых Это программа, когда всякие финансовые организации Не являются ростовщическими, а являются реально организациями Которые инвестируют в нашу страну Это программа, когда люди не боятся рожать Потому что семья с двумя детьми в нашей стране, к сожалению, стала уже за чертой бедности Это программа тех, кто хочет, чтобы в России не было 22 миллиона людей, которые живут за чертой бедности И едва сводят концы с концами Я тут ехал сюда и видел плакат Сильный президент, сильная Россия Нет Сильная Россия, это когда богатый народ И главное, как живут люди Вот эта программа, если ее реализовать Эта программа придет к тому, что мы будем иметь богатый, зажиточный народ Мы будем иметь справедливое распределение богатств между всеми, а не конкретной кучкой олигархов Разве мы можем сказать, что это речь успешного политика, который захватывает своими идеями массы Поражает воображение журналистов какими-то резкими и яркими суждениями Нет, это достаточно ординарное высказывание за все хорошее Я хочу сделать то-то и то-то Я хочу, это не предвыборная программа Я сделаю вот это И это приведет к такому-то результату Вот это программные установки Я сделаю вот это И вот что я сделаю От этого должны ужаснуться все враги нашего Отечества И должны восхититься этим И испытать надежду на лучшую жизнь Масса избирателей Вот ничего этого не сделано Еще раз скажу о деструктивной деятельности Коммунистических чиновников Которые и на местах блокируют подключение национал-патриотов к избирательной кампании И ничего ровным счетом не делают И в центре то же самое За месяц не сформирован штаб Как можно к этому относиться? Только как к профанации избирательной кампании Мы так к этому и относимся До сих пор я предпочитал об этом высказываться так только вскользь А теперь я говорю об этом напрямую Наша поддержка со стороны правых национал-патриотов, националистов Связана с двумя аспектами Упомянутым обязательством перед национал-патриотами Которые Павел Грудинин подписал Но еще не выполнил У него есть еще возможность выполнить Но пока нет никаких оснований говорить Что выполнение этих обязательств происходит Но даже ни разу не собрана Та команда народных лидеров С которой совместно Павел Грудинин собрался работать А в обязательствах это указано Кто не дает ему собрать эту команду Я утверждаю, что не дает ему собрать эту команду Коммунистическая бюрократия Которая ему предложила избирательную кампанию В виде публичных выступлений Которые он не готовит Он выступает достаточно симпатично То есть как симпатичный человек Выступает, которому можно испытывать какие-то теплые чувства Остроумен достаточно Он мягок и никого вроде бы не задевает Так, чтобы кто-то оскорбился Но в то же время он остается бесцветен для избирательной кампании Нечего обсуждать Нет информационной провокации Журналисты, даже если бы хотели что-то раскрутить Им не за что зацепиться Кроме как за скандал с этими счетами Которые они сами и выдумали Которые им в виде провокации Подкинули из Кремля Первый канал начал с этой провокации Семьдесят половин миллиардов Это первый канал, государственный канал Который все это стал раскручивать Ну и Центральная избирательная комиссия Которая здесь помогла Помогла вот этим провокаторам Третий аспект появился Счета Что еще обсуждать? Обсуждать то, что сказал Павел Грудинин Я хочу сделать Это может сказать Вот я хочу сделать Любой Любой Но это не является каким-то острым Общественно-политическим моментом Вот что сделать для того, чтобы Достичь этих результатов Вот это важно То есть важны поступки А не намерения Поступки Намерения совершить поступки Это тоже достаточно Такое эфемерное будущее Но тем не менее Речь о поступке А не о намерении Достичь какого-то результата В неизвестные сроки Вот это для нас важно Что не заявляется Ценностная позиция По целому ряду Ключевых вопросов А мы считаем Национальные вопросы Вопросы Национально-государственного строительства Более важными Чем социально-экономическая программа Но мы не видим Обсуждения этих проблем И ярких Жестких высказываний На этот счет Поэтому через свой Видеоканал Я обращаюсь К Павлу Грудинину И к своим соратникам Мы должны Совместно Проговорить То, что должно Быть вынесено На публику Уже вчера Значит должно быть Вынесено В ближайшее время Если до сих пор Этого не получилось Надо собрать команду Народных лидеров Надо выслушать их Если Павел Грудинин Говорит Что он Опирается на мнение Специалистов То, что Он обсуждает С коммунистами Он знает Лучше них Желательно Чтобы при этом Не говорили слова Социалистический Красный директор И всякая прочая Чепуха Никакой директор Красным быть не может В современной России И вообще Такое понимание Осталось и может Оставаться только На рубеже эпох Когда одна эпоха Еще не умерла А другая Еще толком Не началась Никакой он не красный Директор Он просто успешный Хозяйственник Который знает Что делать Даже в современных Условиях И он не является Олигархом Ни мелким Ни крупным Потому что Заботится о том Чтобы его хозяйство Процветало А для этого Нужно чтобы В достатке И довольстве И достоинстве Жили работники Которые наняты им И теми акционерами Которые являются Владельцами Этого хозяйства Он не является Единственным владельцем Поэтому не надо Говорить о красных Директорах Не надо говорить Что это социалистическое Хозяйство Ничего там Социалистического нет Как нет и ничего Капиталистического В том обществе В котором мы живем Социализм и капитализм Давно уже Утратившие Какое-либо Значение термина Их надо забыть Мы должны говорить О будущей России О фактическом состоянии Они брятся терминами Я понимаю Что это привычка Зюганова Но надо От этой привычки Отходить И пожалуйста Павел Николаевич И пожалуйста Павел Николаевич Хватит ходить Под ручку С Геннадием Зюгановым Пора уже быть Самостоятельным Не надо выходить На пресс-конференции С Зюгановым И давать ему Отвечать Так как он хочет Он сворачивает Все время на коммунизм На социализм На коммунизм Это провал Это провал Мертвых хватает живого Вы живой кандидат Вы должны Живо реагировать На все Что происходит Самостоятельно Но при этом Надо готовиться Надо подготовиться По ключевым вопросам Риторически подготовиться Понять Что надо выделить Нельзя говорить Просто текст Который не запоминается Надо связать Свое имя С какими-то Яркими выступлениями Если бы вы заявили Что через месяц После того Как вы Станете президентом Российской Федерации Вы распустите Государственную Думу И проведете Беспартийные выборы Это было бы значимо И об этом бы писали А сейчас Говорить не о чем За все хорошее Это не программа Хочу Там Выделить Средства На науку И образование И культуру По 6% От государственного бюджета Это вообще Ни слова И ни о чем Люди не мыслят Процентами Они мыслят Результатами Мыслят Ценностными установками А вот эта тягомотина Коммунистическая Абсолютно Бессмысленна Такую же тягомотину Будет представлять Гражданам И Владимир Путин Но у него Есть хорошие Консультанты Которые будут Расставлять акценты Помимо даже Его воли Если он даже Не сможет ничего Если даже Его на носилках Или там На инвалидном кресле Будут носить И возить А вам нужно Предпринять Собственные Инициативные действия В том числе Обязательно В ближайшие дни Буквально Собрать команду Национал-патриотов Народных лидеров И выслушать Их предложения По целому Комплексу вопросов Выслушать Их информацию Прочесть То что вам Предложено Уже в виде Текстов Это существует И от меня Тоже текст Отправлен Пришел он В руках у Юрия Юрьевича Болдырева Я удивляюсь Что вы Находясь рядом Плечом к плечу Не можете В течении Двух минут Переговорить Получить этот текст Прочитать его Поправить И подписать в печать Если вы этого Не можете Значит вы остаетесь Коммунистическим Кандидатом Наконец Вас поддержал Владимир Васильевич Квачков Если его поддержка Будет снята А вероятность Этого Достаточно высока Поскольку вы Не выступаете С жесткой критикой Режима То тогда Вообще За что мы Вас будем поддерживать Тогда вы Выскальзываете Из наших рук И остаетесь В руках коммунистов Тогда Результат Будет понятен Вы проиграете Эти выборы С треском Если Не будет опоры На национал Патриотов Если рядом с вами Национал Патриоты Не сядут Во время Пресс-конференции Взамен Зюганова Тогда Провал Будет Абсолютно Очевиден Вы Никак не Поддержали Владимира Васильевича Ковачкова Вам нужно Было Проговорить Эти вопросы Да Рядом с вами Находится Юрий Болдырев Который Не устает Упоминать Владимира Васильевича Ковачкова И других Политзаключенных Которых Необходимо Выпустить Вы ни разу Не сказали О том Что приход Вас к власти Будет связан С освобождением Политзаключенных И ни разу Не упомянули Владимира Васильевича Ковачкова Более того У вас есть Возможности Надавить На тех самых Коммунистов Которые Рядом с вами Чтобы они Отправили Своего Депутата В Самарскую Колонию Или в Мордовскую Куда Владимира Васильевича Могут перевезти И там Правили Мозги Тем Негодяям Которые Буквально Выполняют Распоряжение Кремля Уничтожить Непримиримого Противника А мы Ведь Национал-патриоты Такие же Непримиримые Противники Этого Режима И невнимание К лидеру Национал-патриотов Находящемуся В застенках Вызывает Большие Сомнения В вашей Политической Ориентации Если вы Не сделаете Необходимых Шагов В ближайшее Время Еще раз Говорю Я использую Свой Видеоканал Для обращения Напрямую К Павлу Грудинину Потому что Я ни разу Не смог За месяц С ним Пообщаться Ни разу Если вы Не сделаете Этого То Мы конечно Не от своих Слов Поддержки Но вы Провалите Избирательную Компанию Сейчас Основная Вина За провал Целого Месяца На коммунистах У которых Казалось Ничего Не готово То есть Вообще Как будто К этим Выборам Они не Готовились Ничего Не готово У нас Готово Все Но мы Не можем До вас Достучаться До вас Дорваться Если Так Дальше Пойдет Ну наверное Тогда Мы Сложим Руки И будем Смотреть Как вы Там Будете Выкручиваться И с Какими Процентами Вы Придете Сейчас На наших Ресурсах Поддержка Ваша Поддержка 80% 80% Такой Поддержки Мы Не видели В отношении Вообще Какого Либо Не то Что Кандидатов Президента А нашего Лидера Среди Национал Патриотов То есть Надежды Колоссальны Но вы Пока Этих Надежд Не оправдали Мы Ждем От вас Выполнения Принятых На себя Обязательств Обращение Внимания На Стратегическую Важность Поддержки Владимира Васильевича Ковачкова И Использование Этой Поддержки Мы Ждем От вас Приобщения Национал Патриотов К вашей Избирательной Компании А нашим Избирателям Я хочу Сказать Что мы Павла Грудинина Не идеализируем Он Не является Русским Националистом Он Не является Национал Патриотом И никогда В нашем Движении Не состоял И к нему Не принадлежал Это Компромиссная Фигура И для Коммунистов Тоже Компромиссная Потому что Павел Грудинин Не является Коммунистом У него Ничего Нет В его Взглядах От коммунизма Никакого Коммунистического Мировоззрения Нет Хотя он Иногда По привычке Повторяет Что-то Про Ленина Что-то Про Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию Которую Мы Называем Большевистским Переворотом Не повторять Тех глупостей Которые Были совершены В первую Неделю После его Выдвижения КПРФ Было мной Сказано На Заседании Где Единственный Раз Павел Грудинин Встречался С национал Патриотами Единственный Раз Выслушал Хотя там Глупостей Было сказано Полно Потому что У нас тоже Не все Боже мой И Национал Патриотическая Среда Тоже страдает Многими Болезнями Которые Не менее Ужасны Чем болезни КПРФ Тем не менее Со своей стороны Я сказал Очень близко К тексту Повторю Что я Проинформировал Тогда Павла Грудинина О поддержке Владимира Васильевича Квачкова На это Реакции Я не получил Я сказал Что Павел Грудинин Может стать Исторической Личностью Или Театральной Марионеткой И поэтому На нем Огромная Ответственность Лежит Чтобы его Не превратили В эту Марионетку Сейчас Опасность Это Сохраняется И пока Ничего не сделано Павлом Грудининым Чтобы стать Действительно Исторической Личностью Для этого Нужна воля Для этого Нужна опора На те знания И на то понимание Избирательного процесса Которые есть У национал-патриотов А у коммунистов Которые проиграли Все что только можно А там где выигрывали Там Всегда были На крючке У Кремля Не имеют Коммунисты Не имеют Практики побед Национал-патриоты Тоже Скажем так Национал-патриоты Если вы не лидируете То тогда Ваше лидерство Не признает Никто А президент Это вообще Лидер страны А не только Какого-то Отдельного Политического Сектора Лидируйте Пока мы Лидерство Не видим Третье Что я сказал Я предупредил О том Что коммунистическая Символика Убивает Национально-патриотический Электорат Он стремительно Исчезает Если Эта риторика Продолжается Она с того момента С 28-го числа Сильно Пригашена Но она продолжает Присутствовать И в пропагандистских Материалах КПРФ И в риторике Зюганова И в риторике Самого Грудинина Это абсолютно Неправильно Не годится Надежды Большие А ошибки Остаются те же Пусть не в той Концентрации Но вот этих ошибок Надо избавляться Вроде бы уже договорились С коммунистическим Штабом Что символика КПРФ Из пропагандистских Материалов Будет снята Огромный прорыв Спасибо Но пока мы не видим Чтобы это произошло И также я сказал Вот три пункта У меня написаны О которых я сказал Что Должны быть Решительные заявления Во-первых О выборах После выборов Потому что Мы можем признать Только честные выборы И даже если Мы побеждаем На бесчестных Мы должны провести Свои честные выборы Поэтому нужно Освободить Политзаключенных Провести Люстрационную политику В отношении Изменников И казнокрадов И провести Новые выборы Сначала Естественно Парламентские А потом Естественно И новые Президентские Тот Кто это проводит Становится Любимцем публики Естественно Он на выборах Победит Готов Павел Грудинин К таким заявлениям Никакой реакции К сожалению Не было И до сих пор нет Второе О чем я сказал О независимом суде По избирательным спорам Сейчас Обращаться К Центральной Избирательной Комиссии Бесполезно Это не тот Субъект Которому Можно указывать На какие-то Нарушения Он сам Является Организатором Самого Глобального Нарушения Фальсификации Выборов Поэтому Надо обращаться В суды А в судах Судьи Являются Только и Исключительно Назначенными Владимиром Путиным Который Является Одним Из конкурентов В той борьбе Которая Происходит В избирательной Компании Следовательно Они все Являются Ангажированными Надо выступить С требованием Чтобы Была Сформирована Коллегия Судей Которые Не назначались Владимиром Путиным Можно их найти Можно Можно их Заново Переназначить Но не Путиным А скажем Исполняющим Обязанности Путин Должен уйти В отпуск Исполняющий Обязанности Президента Медведев Может назначить Он не Участвует В избирательной Компании Понятно Выгоден Этой Власти Но тем не менее Хотя бы формально Будет суд Будет судейская Коллегия По разборам Споров В избирательной Компании Которая Не назначена Ныне Действующим Президентом Якобы Президентом На самом деле Самозванцем Одним из Участников Избирательной Компании Он должен Сложить Свои полномочия До следующих Выборов Как минимум Если мы Если хотя бы Он сам Считает Эти выборы Легитимными Мы то не считаем Что эти выборы Честно и легитимно Основаны Потому что Не имеем возможности Выдвинуть Своего кандидата В президенты Не имеем возможности У нас даже нет Зарегистрированных Политических партий Русских Национально-патриотических Партий Нет ни одной Зарегистрированной Нет потому что Стоит полная блокада Поэтому мы И не считаем Эти выборы Честными Но все таки Надеемся Если даже на Нечестные выборы Придет 80% тех Кто поддерживает Грудинян То мы и на Нечестных выборах Выиграем Но если так Вести избирательную Компанию Как сейчас То никаких 80% не будет И третье О чем я сказал О выходе Из избирательной Компании Если она будет Заведомо Неправедной Нельзя проигрывать На выборах На бесчестных выборах Если вы проигрываете Значит вы Легитимируете Следующую Бесчестную власть Значит вы должны Объявить О выходе Из избирательной Компании Если она проводится Заведомо Неправовым путем Делается что-то В этом направлении Мы не знаем Мы ничего об этом Не слышали Но пока еще не поздно Вот эти три пункта Не получили Никакого развития В речах Павла Грудинина Видимо он Отнесся к тому Что сказано мной Несерьезно Значит он Несерьезно Относится и К национал-патриотическому Электорату Может быть Его взгляды Этого электората Или так скажем Части общества Третья часть Не знаем какого размера Общество Имеет свои представления О жизни В адрес Этой части Общества Никаких установок Со стороны кандидатов Президента Павла Грудинина Высказано Не было И даже с теми Кто представляет Эти интересы Не было еще Ни одного совещания Кроме того Где Много было сказано Всяких глупостей Надо было встречаться С народными лидерами Которые выдвинуты Естественно Люди стараются Выдвинуть Тех кто лучше Их И вот Конечно Лучшая часть Национал-патриотов Выдвинута В виде команды Народных лидеров Народного правительства Ни одной встречи С народным правительством Как это понимать Я высказал Очень жесткие позиции И я надеюсь Что эта информация В том числе От тех Лизоблюдов Которые бегают Вокруг Павла Грудинина Со стороны коммунистов И рассказывают Там Зюганову А потом Грудинину Ах Что-то там не то Савельев сказал Или Что-то не то Национал-патриоты Предлагают Вот я надеюсь Что они донесут То что я говорю До Павла Грудинина Если мне не удастся Это сделать самому Если мне удастся Это сделать Все что сказано Здесь Будет сказано Ему Глаза в глаза И без всякого стеснения Я без всякого стеснения Говорю это на публику Говорю что Коммунисты Проваливают Избирательную кампанию Народного кандидата Обвешивая его Своей партийной риторикой Я говорю о том Что национал-патриоты Отодвинуты в сторону И недостаточным образом Или вообще не присутствуют Ни их идеи Ни их лидеры Рядом с Павлом Грудининым И в таком случае Народная поддержка Павла Грудинина Невозможна Невозможна Она еще возможна Еще осталось два месяца Чуть меньше двух месяцев И есть возможность Раскрутить яркие моменты Острые вопросы Которые гораздо важнее И гораздо понятнее гражданам Чем вот эта социально-политическая рутина Которая и преподносится В довольно вялом виде И в таком виде Избирательная кампания Выиграна быть не может Я призываю Павла Грудинина И всех его сторонников К тому Чтобы мы добивались победы Сейчас мы Сторонники Павла Грудинина Пока действуем Каждый сам Сам по себе Мы действуем Как так называемые Информационные партизанские отряды Мы действуем А штаб Павла Грудинина Бездействует В этом проблема Сколько можно заниматься Организационным строительством Все должно было быть готово Или создано теми Кто принимает решения В один день В один час В одно мгновение Таких людей В КПРФ мы не знаем Не видим И считаем Что там присутствует Лобби кремлевской олигархии И это лобби Надо решительно Отстранить в сторону Выдвижение состоялось Все Дальше Роль коммунистической партии Должна быть Сведена В этом процессе К нулю Штабы должны быть Павла Грудинина А не КПРФ Пока еще Они коммунистические Штаб центральный Должен быть Павла Грудинина А не Зюганова И не КПРФ Зюганов Если он взялся За то Чтобы возглавить Этот штаб Должен Штабом заниматься А не выходить На пресс-конференции И не произносить Всем уже давно Наскучившие Речи На одной ноте Которые никто Не понимает Не собирается Слушать И не собирается В них вникать Фундаментальное Изменение Избирательной Компании Без этого Все бессмысленно И конечно Поддержка Владимира Васильевича Квачкова В каждом выступлении В каждом Если этого нет Значит нет И понимания Роли Квачкова И его сторонников В той возможной Победе Которая должна Произойти Без этой поддержки Без взаимной Поддержки Победы не будет А нам нужна Только победа А не просто Разминка на выборах Россия Русскую власть